Дорогие друзья, вот она та самая Берлинка, вот она. Я когда-то всё время при встрече с моим дорогим Серёжей Кузнецовым, он всё время спрашивает меня, да когда ты перестанешь на ней играть, у тебя классные другие гитары есть. Я ему говорю, да подожди, дай мне в 60 последний или крайний раз на своей Берлинке при друзьях. И я вот и вот, вот она, вот она родная. 28 мая я не знал, что буду пограничником. 1970 года в Берлине мама дала мне деньги, чтобы я пошёл и купил себе обувь. Я зашёл в магазин, в Варенхаус, смотрю, и вот она. И денег хватило, и я её купил. Дома был страшный скандал. До этих гитар в Советском Союзе, за 750 ленинградских, выше крыши. А вот обувь должна быть немецкая. А я ни в какую. Нет, это гитара и всё. Мама взяла за руку, повела меня в этот магазин и купила всё-таки эту сласчастную обувь, которая сносилась и забылась. А гитара, внимание на экран, куплена была 28 мая 1970 года. Сколько лет гитаре? 44 года. Она сегодня с вами. У каждого имени в жизни история, видимо, только своя. Но это желанное слово мы шепчем везде на планете Земля. Раскрыты глаза и руки обвиты, прижаты за плечи твои. Ведь мы — это дети, а с нами и внуки — создатели вечной любви. Только мама, солнышко дарит тебя. Только мама знает прекрасно тебя. Прости за ошибки и горечь страданий за всё. Словом, за нашу жизнь, которую лепим. Мы сами с усами и плачем в семье катаклизм. Прости, знаю, больно, в минуты отчаяния. Нет нас, но мы ведь хотим быть рядом на сердце, Развить печаль и в мыслях к тебе долетим. Только мама, солнышко дарит тебя. Только мама, солнышко дарит любви. Только мама знает прекрасно тебя. И так будет мудро и вечно На все времена и века. Великое слово звучит, Понятное наверняка. Пусть годы, как горы, С вершинами льдинок виднеются. Синие мы си. Мы к ним доберёмся, По душам тропинок, Стараясь любовь принести. Только мама, солнышко дарит любви. Только мама знает прекрасно тебя. Только мама, солнышко дарит любви. Только мама знает прекрасно тебя, и тебя, и тебя, и меня тоже. Дорогие друзья, спасибо мне, так сказать, и говорить о том, что сегодня вы собрались ради меня. Это мне, конечно, однозначно приятно. Но тем не менее, для меня важно другое. То, что вы сегодня пришли слиться с этим великим названием песни, которая является и публицистикой в этой жизни, и на войне, и в мирное время, и в разных ситуациях. Песня, авторская песня, неважно какая, бардерская или какая там другая, но она авторская, она из души, она вот от человека. И каждый здесь присутствующий, он наш. Он по сердцу дорог лично мне сегодня, как имениннику. И я очень рад, что вы сегодня присутствуете здесь со мной и разделяете со мной этот праздник. Ура, песни! Поскольку я сегодня планировал три раза выступить, ну, как там наш ведущий Александр Карпухин скажет, не буду переходить ему, так сказать, его планы, как он там делает. Да, я хочу спеть вам сегодня, как именинник, две-три песни военных, далее однозначно две-три песни казацких. И потом, я раскрываю вам свои планы, вы же мои друзья, о чем тут речь можно. А потом я переодеваюсь в гражданскую форму и буду петь о любви. Стрибкиз будет публично. Класс. Я люблю, когда люди шутят, однозначно. Тем более так. Значит, сегодня Александр Карпухин сказал, как десантник, сказал такую интересную вещь, приятную для меня, что именно 28 мая, в день пограничника, герой наш, России, Александр Васильевич Маргелов, в присутствии, человек пятьсот там было, вручил мне десантный тельник и сказал, пограничники всегда были вместе с десантниками. Если кто-нибудь тебя спросит, почему ты пограничник, носишь десантный тельник, ты покажи им мою записочку, что это именно я тебе подарил. Если у него будут какие-то вопросы, пусть кто-то обращается ко мне, говорит. Это сказал Александр Васильевич Маргелов, достаточно известный человек в нашей стране. И я очень горд тем, что десантная тельняшка. А почему он это сделал? Я не десантник, я пограничник. Но он это сделал от всего сердца, от души, потому, что когда-то у меня родилась песня, посвященная именно этому военному атрибуту. И многие люди, еще тогда, когда прошли они Афган, рассказывали мне, они все пограничники, без исключения носили десантные тельники, которые прошли через модоманевренные группы в Афганистане и так далее. И много рассказывали, у меня много друзей таких, очень много. И поэтому, наверное, и родилась эта песня. И я хочу сегодня ее в свои шестьдесят однозначно спеть. Десантная тельняшка. Привычная рубашка для тела так нужна, Полосками покрыта и старе видна. А сердце бьется гордо и мужество в душе. Характер неспокойный, все теплится в себе. Я чту ее, как знамя на швак заметит след, Что на плече оставил душманский рикошет. Закекшаяся память дает один ответ. Братки, гордитесь нею, храните тысячу лет. Десантная тельняшка под пулями была, Как Бог тебя хранила, по жизни берегла. Десантная тельняшка прошла дороги все, Под колу пляжем Питин, Афган в твоей судьбе. Под кленами с девчонкой до утренней зари, Поются песни сконка, как в ней известно шли. Там даже листья плачут, и боль все не унять. А нежность скажет тихо, да и тельник постирать. Десантная тельняшка под пулями была, Как Бог тебя хранила, по жизни берегла. Десантная тельняшка прошла дороги все, Под каму пляжем Питин, Афган в твоей судьбе. Десантная тельняшка под пулями была, Как Бог тебя хранила, по жизни берегла. Десантная тельняшка прошла дороги все, Под каму пляжем Питин, Афган в твоей судьбе. Еще одна песня, посвященная пограничникам, В том числе, значит, Которая... Сейчас, одна секундочку, я... Ага... Значит, все песни, которые рождались За 30 лет моей службы, от рядового до полковника, Они, конечно же, были связаны со службой, С какой-то командировкой, Или, значит, пребыванием в том или ином месте, Горячей точкой. Вот одна из таких песен, У меня особенно запала в душу, Сегодня я там презентую свою книгу, Вестер жизни песня, И вот там как раз описана эта встреча. И вот для меня всегда знаковые слова моих друзей, Которые в этом деле понимают долг. Например, Миша Михайлов. Он мне сказал в Дагестане, Валера, ну раз уж в аэропорту ты спел эту песню, И столько народу слышно, Значит, песня состоялась. Помнишь, Миша, да? Это было. Вот, ну, смысл в чем? Дагестан. Сложная, непростая остановка, Она и сегодня там весьма непростая, Но была у нас такая интересная поездка туда, По линии пограничной службы, Книжно-журнальные издательства «Граница» Были в разных местах. И вот там родилась песня. Я бы хотел ее сегодня спеть, Поскольку она для меня памятная особа. Пограничный Дагестан! Дагестан! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Горы уткнулись в море И даже там, где волны прячутся вдали Каспий в шальном просторе Кто провожает, кто встречает корабли Ветер с соленой пеной Крушит, куражится и путает следы Твердо и даже смело Боится на службе, чтобы не было беды По тропкам дальним охраняемых границ Из новых судок для кого-то часто стал Кому не впишут в эту летопись страницу В которой есть родной российский Дагестан В котором есть наш пограничный Дагестан Чайки хватают рыбку А боевые корабли сквозь них летят Права нет на ошибку Ведь нарушители ловить ее хотят Каспий седой привычный Грани величие, ненужный всем покой Деньги есть пограничный А в нем наш парень, и вы знаете какой По тропкам дальним охраняемых границ Из новых судок для кого-то часто стал Нам будни впишут в эту летопись страницу В котором есть родной российский Дагестан В котором есть наш пограничный Дагестан Гори уткнулись в море И даже там, где волны прячутся вдали Каспий в шальном просторе То провожает, то встречает корабли Ветер с соленой пеной Кружит, куражится и путает следы Твердо и даже смело Пойти на службе, чтобы не было беды По тропкам дальним охраняемых границ Из новых судок для кого-то часто стал Нам будни впишут в эту летопись страницу В котором есть родной российский Дагестан В котором есть наш пограничный Дагестан Друзья, и есть еще одна песня, которую я хотел бы исполнить А дальше, как говорится, как Так, секундочку Эту песню я хочу исполнить под гитару Потому что... Потому что... Будьте любезны Вы все начали простереть Еще ни разу не посвучало Ни одного коптенеца женщина Ни одного тоста за женщин Ни одной питью, но еще за женщина Я вообще не понимаю, какого повода вы здесь собрались По поводу женщин Значит, все правильно сказано Вот, и однозначно Однозначно, естественно, будет все спето и сказано Ну, дело в том, что тут было объявлено о том Что 20-го числа завтра Завтра исполняется 80 лет Юрия Висбору И как бы мне бы хотелось Выразить свое отношение Вот именно к этому замечательному человеку Поскольку именно тогда в Алма-Ате Он открывал клуб Доника В котором я присутствовал Поэтому для меня это очень знаково Именно здесь, в этом клубе Республика Песни Где стоит троллейбус Акуджавы Где пелись песни Висбора тысячи раз На его музыку Исполнить свою песню Которая ему посвящена Называется «Разговор с Юрием Висбором» Солнце, палящее солнце Разве бывает в Москве Пусть лагирует до конца Ветер в своей суете Диск телефона вращаю Голосом розы дарю Память к себе приглашаю В ночь по душам говорю Помнишь, как горы любили, а? Если путевка, узнай В сятерсколе твердили Лыжи Пострелив тамбай Может в прекрасное лето День не подкопим с тобой И полетим в плашь рассвета Лучится в емник родной Питайте быстрее тару Милый тамбай вне свой Слышится под гитару Голос приятный твой Спит и хранит нас от ветра Юная с лакат Косится в пропасть лета В сказку зовет ребят Ветер Ветечка пусть слышит греет Песня ее слышла Ветер под косточку веет Спит и хранит нас от ветра Слышится в струн душа Что-то зовет нас к вершинам Страстный короткий ветк Помнишь, сказал, люблю я Голос приятный твой Аплодисменты И выполняя просьбу одной женщины, которая тут высказала тему о том, что О том, что нет ни одной песни про женщин Поэтому хотелось бы все-таки эту песню спеть Я не стану переодеваться, я хотел ее спеть в гражданском костюме Но раз так получилось и слово было высказано, да еще и был произнесен такой пронзительный свист со стороны дамы Тут уж вопросов нет Рассказываю буквально в 30 секунд Когда я переехал из Алматы в Москву Мне предложили работать в московском пограничном институте И вот это интересно Я жил на юго-западной, а работал в Медведково И вот мне пять лет подряд приходилось ездить в метро каждый день два раза В одну сторону, под всей столицей и в другую Я обратил внимание и увидел такой эффект Что если рядом с тобой стоит или сидит какая-нибудь девушка или женщина Ты же не будешь вот так вот на нее смотреть вот как-то некорректно Но как только поезд въезжает в туннель Ее отражение сразу видно на стекле И дальше любая женщина, девушка, менялись года, время Оставался один и тот же эффект Увидев себя в стекле, как в зеркале, она сразу начинала поправлять себе волос Поэтому и родилась песня Девушка и Медро Если сильно желать лишь добра Это значит безумно молиться Завлекло чувство мельком вчера Наблюдая в метро эти лица Глянет в синих вагонах блестел Вдруг стекло отразило улыбку Почему-то опять захотел Сделать жизнь еще раз ошибку Почему-то опять захотел Сделать жизнь еще раз ошибку Осторожно закроются двери Поезд дальше в дорогу лезет Я в случайное счастье не верю Но надежда на счастье живет Под глубоким москвой лаберинка Я смотрю на картинку в метро Боже, сделай, чтоб на сердце льдинка Растворилась и мне повезло Боже, сделай, чтоб на сердце льдинка Растворилась и мне повезло Боже, сделай, чтоб на сердце льдинка 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 Боже,ация стих. Боже, сделай, чтоб на сердце льдинка Жаль, секунды приятные дают Боже, сделай, чтоб Настя Константин! Боже, сделай, чтоб Настя Константин! Растворилось, и мне повезло! Спасибо, друзья! Спасибо, друзья!